Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в поэтический театр «Семь океанов». Сегодня у нас в гостях уже полюбившийся вам, хорошо вам известный, ведущий актер Театра Сотружества Актеров на Таганке Владимир Завикторин. И сегодня речь у нас пойдет вот ведь о чем. Все меньше и меньше мы вспоминаем, на мой взгляд, великую послевоенную поэзию. Поэзию военных лет. Вот это дыхание, поэтическое дыхание, которое дали такие поэты, как Межеров, Гудзенко, Твардовский, подхватили поэты следующего поколения. Итак, Владимир Завикторин с фронтовой поэзией. Читаем, слушаем, наслаждаемся. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, Гудят накатанные рельсы просторно, холодно, высоко. И погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, Где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да это ж я на белом свете, худой, веселый и задорный. И у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, И пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю, Как это было, как совпала война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, Война гуляет по России, а мы такие молодые. Эх, дороги, пыль да туман, Холода, тревоги, да степной бурьян, Знать не можешь доли своей, Может, крылья сложишь посреди степей. Бьется пыль под сапогами, степями, полями, А кругом бушует пламя, да пули свистя. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, Как шли бесконечные злые дожди, Как крынки несли нам усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя их к груди, Как слезы они вытирали украдкую, Как вслед нам шептали, Господь вас спаси. И снова себя называли солдатками, Как встать повелось на Великой Руси. Слезами измерены чаще, чем верстами, Шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, Как будто на них вся Россия сошлась, Как будто за каждую русской околицы, Крестом своих рук ограждая живых, Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся За в Бога неверящих внуков своих. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, По мертвому плачащий девичий крик, Седая старуха в салопчике лисовом, Весь в белом, как насмерть, одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их, Но горе поняв своим бабьим чутьем, Ты помнишь, старуха сказала, родимый, Покуда идите, мы вас подождем, Мы вас подождем, говорили нам пажите, Мы вас подождем, говорили лиса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища На русской земле, разметав позади, На наших глазах умирают товарищи. По-русски рубаху рванув на груди, Нас пули с тобою пока еще милуют, Но трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милую, За русскую землю, где я родился, За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что в бой провожая нас, русская женщина, По-русски три раза меня обняла. Был год сорок второй, Меня шатало от голода, от горя, от тоски, Но шла весна, ей дела было мало, До этих бед, разбитой на куски, Как рафинад сырой и наздреватый, Под голубой литейного пролет, Размеренно раскачивая латы, Шел по Неве с дороги жизни лед. И где-то там, Невы посередине, Я увидал с литейного моста На медленно качающейся льдине Отчетливо подобие креста. А льдина подплывала, За быками перед мостом замедлил разбег. Крестообразно, в стороны руками, Был в эту льдину впаян человек. Нет, не солдат, убитый под дубровкой На окаянном Невском пятачке, А мальчик по-мальчишески неловкий В ремесленном кургузом пиджачке. Как он погиб на Ладоге, не знаю. Был пулей сбит или замерз в метель, По всем морям, подтаявшая с краю, Плывет его хрустальная постель. В моей душе покоя больше нету Всегда, везде, во сне и наяву. Пока я жив, я с ним плыву по свету Сквозь память человечества. Плыву. Вот так настал, одетый в кровь и лед, Сорок второй необоримый год. О, год ожесточенья и упорства, Год Ленинграда, год его зимы. Самый страшный путь из моих путей На двадцатой версте, как я мог идти, Шли навстречу из города сотни детей. Сотни детей замерзали в пути. Одинокие дети на взорванном льду Эту теплую смерть не могли разгадать они сами И смотрели на падающую звезду Непонимающими глазами. Мне в атаках не надо б на слово вперед, И под каким бы нам не бывать огнем, У меня в зрачках черный ладожский лед. Ленинградские дети лежат на нем. Дымилась роща под горою, Вместе с ней горел закат, Нас оставалось только трое. Из восемнадцати ребят, Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымянной высоте. Я убит под Оржевом В безымянном болоте, В пятой роте, На лебом, При жестоком налете Я не слышал разрыва И не видел той вспышки, Будто в пропасть с обрыва И ни дна, Ни покрышки. И у мертвых безгласных Есть отрада одна. Мы за Родину пали, Но она спасена. Над нами мессеры Кружили, И было видно, Словно днем, Но только крепче мы Дружили. Вот перед крестным арт огнем, И как бы трудно ни бывало, Ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка На безымянной высоте Нам свои боевые Не носить ордена. Вам все это Живые Нам отрада одна, Что недаром боролись Мы за Родину-Мать. Пусть не слышен Наш голос, Вы должны его Знать. Все на вас Перечислено Навсегда, Не на срок, И живым не вупрек Этот голос наш Мысленный. Завещаю в той жизни Вам счастливыми быть И родимой Отчизне С честью Дальше служить, Горевать горделиво, Не клонясь головой, Ликовать нехвостливо В час победы самой И беречь ее свято, Братья, Счастье свое В память Воина-брата, Что погиб За нее. Мне часто снятся Все Ребята, Друзья моих Военных дней, Землянка наша В три На ката Сосна, Сгоревшая Над ней, Как будто Вновь Я вместе С ними Стою На огненной Черте У незнакомого Поселка На безымянной Высоте Из речи Гитлера В ноябре 42-го года Сталинград наш В нескольких Домах еще сидят Русские Это их Личное дело А наше дело Сделано Из Сталинграда Мы никогда не уйдем Как бы не хотели Этого Большевики Когда на смерть Идут Поют А перед этим Можно плакать Ведь самый страшный Час в бою Час Ожидания Атаки Снег Минами Изрыт Вокруг И почернел От пыли Минной Разрыв И умирает Друг И значит Смерть Проходит мимо Сейчас настанет Мой черед За мной Одним Идет охота Будь проклят 41-й год Ты Вмерзшая В снега Пехота Мне кажется Что я магнит Что я Притягиваю Мины Разрыв И лейтенант Хрипит И значит Смерть Проходит мимо А мы уже Не в силах Ждать И нас ведет Через траншеи Окоченевшая Вражда Штыком Дырявящая Шеи Бой был Коротким А потом Глушили Водку Ледяную И выковыривал Ножом Из-под Ногтей Я Кровь Чужую Перебираю Наши даты Я обращаюсь К тем Ребятам Что в 41-м Шли в солдаты И в гуманисты В 45-м А гуманизм Не просто термин К тому же Говорят Абстрактный Я обращаюсь Вновь К потерям Они трудны И невозвратны Я вспоминаю Павла Мишу Илью Бориса Николая Я сам Теперь От них Завишу Того Порою Не желая Они Шумели Буйным Лесом В них Были Вера И Доверие А их Повыбило Железом И леса Нет Одни Деревья И вроде День у нас Погожий И вроде Ветер Тянет К лету Аукаемся Мы С Сережей Но леса Нет И эхо Нет А я Все Слышу 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 Их Голоса Припоминаю Я говорю Про Павла Мишу Илью Бориса Николая А вы Мои Друзья Последнего Призыва Чтоб вас Оплакивать Мне Жизнь Сохранена Над Вашей Памятью Не стыть Плакучей Ивы А крикнуть На весь Мир Все Ваши Имена Да что там Имена Ведь Все равно Вы С нами Все На колени Все Багряный Хлынул Свет И ленинградцы Вновь Сквозь дым Идут Рядами Живые Смертвыми Для славы Мертвых Нет Нас Не нужно Жалеть Ведь и мы Никого б не жалели Мы пред Нашим Комбатом Как пред Господом Богом Чисты На живых Вырыжили От крови И глины Шинели На могилах У мертвых Расцвели Голубые Цветы Расцвели И Опали Проходит Четвертая Осень Наши Матери Плачут И ровесницы Молча Грустят Мы Не знали Любви Не изведали Счастье Ремесел Нам Нам досталось На долю Нелегкая Участь Солдат У погодков Моих Нет ни жен Ни стихов Ни покоя Только сила И юность А когда Возвратимся С войны Все Долюбим Сполна И напишем Ровесник Такое Что отцами Солдатами Будут гордиться Сыны Ну а кто Не вернется Кому Долюбить Не придется Ну а кто В сорок первом Первую пулей Сражен Зародает Ровесница Мать Пусть поколения Знают Эту взятую Сбоем Суровую Правду Солдат И твои Костыли И смертельная Рана Сквозная И могилы Над Волгой Где Тысячи Юных И лежат Это Наша Судьба Это С ней Мы Ругались И пели Подымались В атаку И рвали Над Богом Мосты Нас Не нужно Жалеть Ведь И мы Никого Не Жалели Мы Пред Нашей Россией И В трудное Время Чисты А Когда Мы Вернемся А мы Возвратимся С победой Все Как черти Упрямы Как люди Живучие Злы Пусть Нам Пиво Наварят И мясо Нажарят К обеду Чтоб На ножках Дубовых Повсюду Ломились Столы Мы Поклонимся В ноги Родным И Страдавшимся Людям Матерей Расцелуем И Подруг Что Дождались Любя Вот Когда Мы Вернемся И Победу Штыками Добудем Все Долюбим Ровесник И Работу Найдем Для Себя Давайте После Драки Помашем Кулаками Не только Пиво Раки Мы Ели И Лакали Нет Назначались Сроки Готовились Бои Готовились В Пророки Товарищи Мои Сейчас Все это Странно Звучит Все это Глупо В Пяти Соседних Странах Зарыты Наши Трупы И Мрамор Лейтенантов Фанерный Монумент Венчание Тех Талантов Развязка Тех Легенд За Наши Судьбы Личные За Нашу Славу Общую За Ту Строку Отличную Что Мы Искали Ощупью За То Что Не Испортили Ни Песню Мою Ни Стих Давайте Выпьем Мертвое Во Здравие Живых Когда Кремлевскими Стенами Живой От жизни Огражден Как Грозный Дух Он Был Над Нами Иных Не Знали Мы Имен Так Это Было Четверть Века Призывом К Бою И Труду Звучало Имя Человека Со Словом Родина В Ряду И Было Попросту Привычно Что Он Сквозь Трубочный Дымок Все В мире Видел Самолично И Всем Заведовал Как Бог То Был Отец Чье Только Слово Чьей Только Брови Малый Знак Закон Исполни Долг Суровый И Что Не Так Скажи Что Так Ему Кто Все Казалось Ведал Наметив Курс Грядущим Дням Мы Все Обязаны Победой Как Ею Он Обязан Нам